Дело в том, что среди многочисленных вопросов, содержащихся в письмах, потому что я их тоже получаю, многие спрашивают, почему я не спел вот в этой картине нашей пятисерийной, хотя имелась возможность для этого спеть и воровые песни, спеть какую-нибудь хирическую песню о работниках розыска. Ну, как-то не случилось, я думаю, в этом виноват. И режиссер-постановщик, он решил, я думаю, быть оригинальным просто, чтобы вот если у него снимается Высоцкий, то он, в отличие от других картин, не поет. Но если имеется жажда, хотя я должен сказать, что с режиссером-постановщиком этой картины нас связывает, кроме многолетней дружбы, еще многолетнее творческое содружество. И первая эта картина как раз, самая первая, которая называлась «Вертикаль», это была и его первая картина, и моя первая картина, в том смысле, что я там был как автор. Я впервые написал песни в этот фильм как автор. Я был автором текста и автором музыки. Сейчас эти песни будут звучать даже для меня как абсолютно новые, потому что прошло очень много времени. И если, я надеюсь очень на это, будет когда-нибудь прокатана, когда-нибудь снова показана картина «Вертикаль», вы их услышите полностью. А я сейчас просто постараюсь вам напомнить, ну, такое будет маленькое пупури, что ли, из песен из этой картины. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, Не бросай одного его, Пусть он в связке в одной с тобой, Там поймешь, кто такой. Еще была такая песня, Может быть, даже я ее всю не вспомню, Ну, хотя бы начало. Здесь вам не равнина, здесь климат иной, Идут лавины одна за одной, И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно рискнуть, обрыв, обогнуть, Но мы выбираем трудный путь, Опасный, как военная тропа. И можно рискнуть, обрыв, обогнуть, Но мы выбираем трудный путь, Опасный, как военная тропа. И самый финал картины, я помню, он был очень печальный, потому что после таких приключений романтических, которые были в горах, все спустились, конечно, с горных вершин, спустились на землю, и в прямом, и в переносном смысле, и все расходятся, расходятся по своим делам, прощаются, без всяких сентиментальностей, просто прощаются до следующего лета. Вот, и звучит песня, вот такая. В суету городов и в потоке машин Возвращаемся мы Просто некуда деться И спускаемся вниз С покоренных вершин Оставляя в горах Оставляя в горах Своё сердце Так оставьте ненужные споры Я себе уже всё доказал Лучший гор могут быть только горы На которых никто не бывал На которых ещё не бывал Самая впечатляющая для меня встреча была самая первая, когда он ещё совсем молоденький работал в театре Пушкина Я пришла туда по какому-то телевизионному делу Уж не помню по какому В гримерной было много народу И среди них сидел очень тоненький Очень хрупкий И очень какой-то Светлый молодой человек Мне неизвестный Этот театр я хорошо знал Я в нём работала И мне все сказали Послушай, послушай, как поёт этот молодой парень Он поёт замечательно Они тогда уже знали И тогда ещё мало кто слышал его песни Но театр уже был покорён его исполнением Потом я несколько раз встречалась с ним В доме артистки известной Людмилы Васильевны Максаковой И что меня там потрясло Что, вы знаете, вот был такой случай Когда он пришёл И там было всего 2-3 человека Его попросили спеть его новую песню «Кони» И вот я удивилась тому С какой необычайной внутренней отдачей С каким невероятным Самозабвенным и мощным исполнением Он пел для 2-3 человек Он пел так же, как пел с эстрады Он... Ну я считаю, что это просто другой песенный жанр Это стихи, которые исполняются Под гитарой или под другой какой-нибудь инструмент Просто стихи, положенные на ритмическую основу Я когда-то очень давно услышал, как Булат Акуджава поёт свои стихи И увидел, насколько сильнее воздействие от стихов Если их положить на ритмическую основу Я начал пробовать делать это со своими стихами Конечно, не подражая Потому что, ну если искусство пародии Это совсем другое дело А вообще подражательство Я считаю занятием праздным Я отношусь без уважения Особенно, когда подражают Внешним данным Да ещё голосовым Сейчас появилась масса подражателей Которые Думают, что если они начнут Хриплым голосом что-то такое прокрикивать То это сразу будет очень похоже На то, что делаю я Я им хочу сказать и заверить их Что это дело, авторская песня Требует очень большой работы Эта песня всё время живёт с тобой Не даёт тебе покоя Ни днём, ни ночью Записывается она иногда моментально Но работа на неё тратится очень большая Вот, и если есть впечатление Что это делается легко То это ложные впечатления Я обычно рассказываю даже на своих выступлениях Что если на чашу весов Бросить на две чаши весов Вот на одну, предположим Всё, что я делаю Кроме песни авторской Кроме стихов Ну и деятельность моё И в театре, и в кино И на радио, и на телевидении Концерты А на другую только работу над песнями Мне кажется, что Эта чаша перевесит Потому что, повторяю Песня всё время не даёт тебя покоя Скребёт тебя за душу И требует, чтобы Ты её вылил на белый вес бумаги И, конечно, в музыку Если ты находишь в себе силы И всё-таки садишься за этот белый лист И всё-таки находишь Я работаю с маленьким таким магнитофончиком Сразу пытаюсь подбирать строчку музыкальную Если не получается, меняю размер Но это моя кухня Это никому не интересно Я просто попытаюсь сейчас Восполнить вот эту вот жажду Если у кого-то она есть И покажу вам Я не могу показать Потому что их несколько сотен Но покажу вам несколько песен Из других фильмов Из других спектаклей Которые написаны мной В течение, ну, скажем, десяти лет Вот Одна песня Звучит в спектакле нашего театра Которая называется «Пристегните ремни» Это спектакль Там есть всё время Ретроспекции В войну уходит И В середине зала Из заднего выхода Выходит человек В плащ-палатке Только под плащ-палаткой У него вместо Автомата гитара И Идя по проходу И выходя на сцену А нет, наоборот Он, наоборот, идёт со сцены И кончает эту песню в проходе Как будто бы, знаете Как будто бы Инвалиды, которые После войны Исполняли Свои песни Идя по проходу Вот в электричке По проходу Между сидениями Вот я вам сейчас покажу Её, эту песню Нужно встать Обязательно Потому что она Её сидя Петь нельзя И так песням Мы вращаем землю Мы вращаем землю Отбирать Отбирать Но он Вот эта песня Нужно встать Нужно встать Отбирать Отбирать Наши пяди И кроки Но мы помним Песня, которую я вам сейчас покажу Нужно встать Закан Судный день Это сказки Для старших Просто землю Вращают Куда-то гонят Наши сменные роты На марше Мы ползём У горки Обнимаем Кочки Тискаем Зло не любя И коленями Землю Толкаем От себя От себя Здесь никто б не нашёл Даже если б хотел Руки кверху Поднявших Всем живым Ощутимая польза Отдел Как прикрытие Из пользуем Павших Этот глупый Свинец Всех ли сразу найдёт Где настигнет В упор Или стыла Кто-то там Впереди Навалил Сан на тот И земля Нам вновенье Засыла Я ступни свои Сзади оставил Мимо ходом По мёртвым Скорбя Шар земной Я вращаю Локтями От себя От себя Кто-то стал В полный рост И ответив Поклон Принял пулю На вздохе Но на запад На запад Ползёт батальон Чтобы солнце Взошло на востоке Животом погрязи Бежим с мрадом Бежим с мрадом Полоз Но глаза Закрываем На запад Нынче Болеву солнце Нормально идёт Потому что Мы рвёмся На запад Руки Ноги Ноги На месте Ли Нет ли Как на спаде Розу Пригубя Всем лютянем Зубами Застебли На себя От себя Так Стоп Извините У нас к сожалению Чё-то такое не получается Потому что я совершенно Пою не ту песню Кто-то стал в полный рост И ответив Поклон Принял пулю На вздохе Но на запад На запад Ползёт батальон Чтобы солнце Взошло на востоке Животом погрязи Дышим С мразом Полоз Но глаза Закрываем На запах Нынче Полеву солнца Нормально идёт Потому что Мы рвёмся На запад Руки Ноги На месте Нет ли Как на спаде Розу Пригубя Всем лютянем Зубами Застебли На себя От себя Это чем? Во-первых, это вопрос, по-моему, праздный Это Пока Люди пишут Пока люди сочиняют Пишут музыку, стихи Их всегда будет волновать военная тема У всех В нашей стране есть Либо погибшие Либо раненые Короче говоря, война коснулась всех Это разговор В общем, очень Простой, серьёзный И ясный Продолжение следует...